Ожидание маршрутки утром для многих привычное дело. На этот раз общественный транспорт ждут сотрудники госавтоинспекции и профильного городского комитета. Подобные проверки мы проводим еженедельно. Проводим мы в разных формах. Сегодня массовое рейдовое мероприятие. Особое внимание к общественному транспорту связано с тем, что водители общественного транспорта несут ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров, за тех, кого они перевозят. Поэтому, естественно, техническое состояние транспорта должно быть в максимально идеальном состоянии. Этот микроавтобус привлек внимание сотрудников ГАИ издалека. Не работает фара. За что установили, знаете? Осветительные внешние приборы у вас не работают в соответствующем законодательстве порядке. А именно левый передний фар у вас не работает. Перегорело. Я поехал, горело. Перегорело. Сейчас, в настоящее время, составим на вас, вынесем постановление о административном правонарушении. Водитель рассказал, как всегда, перед выходом на маршрут микроавтобус проверил механик. Нареканий не было, но нарушение зафиксировано. Штраф придется оплатить. И, конечно, устранить неисправность. Как правило, на маршрутке жалоб больше, чем на автобусы. Так что последних проверяют скорее для порядка. Однако, в ходе рейда выявили автобус, который вообще не имеет права перевозить пассажиров. У водителя нет маршрутного листа. Данное наказание предусмотрено статьей 11.33. Подследственно, она государственному автодорожному надзору. А в качестве информации она будет передана в эту организацию. Ну, там предусмотрена ответственность как водителям, так и юридическому лицу. Там они вам сообщат, вызовут. Нет, там есть реальный штраф. Водитель утверждает, на линии он законно. Просто потерял карточку разрешения. Разбираться с этим придется уже автодорожному надзору. Не только водителям утренняя проверка доставила неудобства. Пассажиры потеряли драгоценное время. Но, возможно, это поможет хоть немного навести порядок на маршрутах. Катафалка. Я недавно получила травму здесь. Не было вот этого стояка, держаться было не за что. Я пролетела, всю руку разодрала здесь. У меня даже зафиксировано это есть. Переполненная маршрутка плюс водитель лихач равно очередное падение в транспорте. Всего в этом году с травмами, полученными таким образом, в больницы города обратились 35 человек. Больше половины из них – дети. Это официальные данные. Проблему тесных и травматичных маршруток решили бы автобусы. Нужна политическая воля, в первую очередь, наших властей. Это главы города, губернатора, чтобы это были не просто слова, а реальные дела. Потому что если не будет на конкурсах, скажем так, реальных, больших автобусов, жестких требований, то весь этот бардак, который сейчас, он продлится еще на 5 лет в 2017 году. Я 90% в этом уверен. И мы также будем мучиться, также будем платить два тарифа. А пока проблема не решена, более или менее держать перевозчиков в узде помогают такие рейды. Водители маршруток должны понимать – маленькая неисправность или серьезное нарушение правил дорожного движения безнаказанными не останутся. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...